У нас нет никаких черных списков вузов. Мы хотим, чтобы каждый вуз и каждый филиал, который принимает студентов, обеспечивали, гарантировали им высокий уровень подготовки, качественное образование. Мы действительно видим по результатам последнего мониторинга, что, прежде всего, речь идет о филиалах. Некоторые филиалы не готовы сегодня предлагать именно эти условия для своих будущих студентов. Поэтому мы рекомендовали, действительно, нескольким десяткам вузов, у которых есть такие филиалы, в этом году не проводить приемы. Но это не затронуло технические вузы и технические филиалы. Это затронуло только непрофильные специальности в этих технических филиалах и те филиалы, которые ведут подготовку по экономическому, гуманитарному, этапе и направлению. И все эти позиции, без исключения, они согласованы с соответствующими регионами. То есть мы не делали такие рекомендации, в том случае, если позиция региона состояла в том, что в этом году в этом нужен прием. И тем образом все эти решения, они, естественно, будут реализованы, доведены до конца, но они не пойдут в ущерб абитуриентам. Это для нас самое важное. Я, во всяком случае, пока не получал информацию, что есть какие-то права по проекту. И действительно крайне важная для нас задача создать у нас конкурентоспособную систему подготовки учителей. Потому что новые требования, в которых сработают учителя, накладывают и очень высокие ожидания по отношению к ним, со стороны учеников и со стороны родителей. Нам очень важно, чтобы не просто в школу приходили молодые, но чтобы приходили хорошо подготовленные учителя, чтобы они были готовы к работе в новых условиях. Поэтому сейчас поэтапно будет происходить модернизация системы педагогического образования, в том числе, естественно, и педагогическое. Мы вот видели много интересных предложений, как сделать, чтобы дошкольное образование было доступно и интересно. Второе, это сама школа. Вы знаете, что и все современные технологии, которые есть, особенно облачная технология, которая позволяет получить любую информацию, любую книгу, мы ее используем. Это прозрачная система, но и материально-техническая база школ, и, как сказал министр, самое главное в школе – это учитель. Профессиональный уровень учителя – это залог того, что мы будем получать конкурентных на будущее, и студентов, и специалистов. Следующие – это высшие школы. Высшие школы – это, конечно, наш федеральный университет, два исследовательских университета, ну и другие. То есть они должны соответствовать неким тем требованиям, которые есть не только для России, а они должны попасть в мировой рейтинг. Для федерального университета этот шанс очень близок. Нам надо работать в этом направлении. Ну и самое главное – рабочая специальность. Это ресурсные центры, 25 ресурсных центров, которые мы с нашими предприятиями будем формировать. Пять центров уже мы в этом году создаем. Вот это залог нашей конкурентности, залог того, что система образования – это наша конкурентность, мы это понимаем. И полномочия республики, и полномочия федерального центра, они комплексно будут реализованы. Сегодня то, что мероприятия проходят у нас в республике, будут как бы озвучены и те подходы, и те требования, задачи. Ну и много интересного даже в сегодняшней выставке.